Всем привет! С вами Ольга Борисова, ведущий менеджер по подбору персонала компании Роско. Иногда обстоятельства требуют присутствия на рабочем месте сотрудника, который находится в отпуске. Можно ли прервать его отдых раньше положенного срока или какие для этого основания? Смотрите в нашем новом видео. Какие существуют основания для вызова отпускников на работу? Чтобы вызвать отпускника на работу, руководитель обязан соблюсти несколько условий. Во-первых, удостовериться, что для сотрудника не действует запрет на отзыв. А во-вторых, получить его согласие. Причины для отзыва могут быть разными. Например, если сотрудники ФНС или Рост труда решили провести внеочередную проверку в период отсутствия главного бухгалтера или руководителя отдела кадров. Вызвать на работу всех работников могут в том случае, если проводится инвентаризация или же при наличии технических неисправностей, которые привели к сбою работы всей компании. Выход из отпуска на работу – серьезное испытание. Как воодушевить людей на трудовые подвиги, мы рассказывали в одном из наших предыдущих видео. Кликай по ссылке и смотри подробнее. Иногда вызов сотрудников из отпуска не допускается даже при наличии производства необходимости. Подробнее об этом расскажет юрист компании «Роско» Юлия Герасимова. Действующим законодательством предусмотрено разделение оплачиваемого отпуска на две и более части. Одна из них должна составлять минимум две недели согласно статье 125 Трудового кодекса РФ. Если сотрудник уже воспользовался частью отпуска, то остаток делить нельзя. В этот период отзыв из отпуска недопустим. Отзыв из отпуска также не распространяется на несовершеннолетних, беременных, сотрудников опасных производств. Например, работодатели не вправе вызвать из отпуска по учебе или уходу за ребенком. Отметим, сам отпускник не может выступать инициатором незапланированного возвращения на рабочее место. Такой подход квалифицируется в качестве нарушения графика отпусков. Можно ли повторно отозвать работника из отпуска? После внесения поправок в Трудовой кодекс работодатели наделили правом отзывать сотрудников из отпуска даже без их согласия. Встречение касается работников, которые исполняют государственные контракты ОПК. Руководители обязаны уведомлять отпускников о производственной необходимости выхода на работу хотя бы за трое суток перед фактическим возвращением. А вы знали об этом? Пишите в комментариях под этим видео. Для законного отзыва работника из отпуска работодателю нужно соблюсти определенный порядок. Сначала следует оформить служебную записку и в ней указать причину, почему сотруднику нужно прервать отдых. Затем необходимо составить соответствующее уведомление и указать, что вызов из отпуска обусловлен такими-то причинами. Документ можно составить в произвольной форме. А еще нужно сделать оговорку о том, что работник вправе не выходить на работу. Такой отказ не является основанием, чтобы привлечь отпускника в дисциплинарную ответственность. Далее следует получить письменное согласие сотрудника. Его можно оформить как заявление и предоставить на подпись. После получения письменного согласия работник отдела кадров издает соответствующий приказ. Сделать это нужно в момент возвращения отпускника на рабочее место. Отметим, досрочное прерывание отдыха обязательно необходимо зафиксировать в графе отпусков и личной карточке, заполнив специальный граф. Если работодатель злоупотребляет своими правами и вызывает вас из отпуска незаконно, обращайтесь к юристам по трудовым спорам компании Роско. Позвоните нам по номеру, указанному на сайте. Или оставьте онлайн заявку через форму о обратной связи. Все контактные данные вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Может ли работник рассчитывать на компенсацию за остатки отпуска? Работодатели обязаны предоставить отозванному работнику дни отдыха в будущем, а сотрудник в свою очередь должен вернуть излишнюю сумму отпускных, так как ему будут выплачивать зарплату. День отзыва является рабочим, причем неважно в какое время был отзван работник. Придется отплатить этот день и исключить его из дней отдыха. С вами была Ольга Борисова, ведущая менеджер по подбору персонала компании Роско. Если остались вопросы, пишите их в комментариях под этим видео. Позвоните по телефону или свяжитесь в WhatsApp. И не забывайте подписываться на наш канал. Будьте в курсе и будьте с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова